Накануне очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всей России стартуют две акции – Вахта памяти и Георгиевская ленточка. Где и когда будут распространять символ Победы в Барнауле и какие мероприятия запланированы в рамках Вахты памяти – спросим сегодня у Галины Буймовой, специалиста по работе с молодежью отдела гражданско-патриотического воспитания Краевого дворца молодежи. Здравствуйте, Галина. Добрый день. Какого числа стартует акция «Георгиевская ленточка» я знаю прямо на днях. Да, действительно. 24 апреля – это единый день старта всероссийской акции «Георгиевская ленточка» по всей России. И Алтайский край не исключение. 24 числа на базе Краевого дворца молодежи состоится торжественное открытие регионального этапа всероссийской акции «Георгиевская ленточка». А это по какому адресу будет происходить? Во сколько это будет происходить? Краевой дворец молодежи располагается на улице Юрина, 204 В. Само торжественное мероприятие начнется в 14.00. С 13.00 начнется работа площадок по изготовлению георгиевских ленточек, сувенирных изделий, как говорится, из георгиевских ленточек. Будет работать мастер-классы по изготовлению какой-то патриотической атрибутики, будет работать площадка общественной приемной «Судьба солдата», ну и другие площадки. И вот именно в это время каждый желающий, который приедет, может получить георгиевскую ленточку. Да, действительно, все пришедшие в Краевой дворец молодежи на торжественное открытие могут получить георгиевскую ленточку и с честью носить эту ленту у себя на груди. Вот посмотрите, если завтра, допустим, ну не приехали туда в Краевой дворец молодежи, к вам люди, но они хотят получить георгиевскую ленточку, получается, что они больше нигде ее взять не могут? Или все-таки возможно ее получить? Ну почему же? Мы говорим о старте этой акции 24-го числа. Значит, у Краевого дворца молодежи завтра будет распространение георгиевских ленточек до 7 часов вечера. Весь день получается практически, да? Ну с двух часов до 7 часов вечера. Далее акцию подхватывают все районы города Барнаула, муниципальные образования и городские округа нашего Алтайского края. Эта акция будет проходить до 9 мая, включительно и волонтеры, волонтеры Победы, которые... Это студенты, скорее всего, да, будут? Ну то есть это разная категория людей, которые будут заниматься распространением георгиевских ленточек на улицах наших сел и городов. Поэтому нужно ходить по городу и смотреть. Может быть, где-то вы получите эту ленточку. Конечно. Галин, где ленту можно носить? Вот я всегда сама думаю об этом, потому что многие и на машины крепят, и на сумки, и на рюкзаки. Это вообще правильно? Нет, конечно же, неправильно. Мы сейчас приходим к тому, что уже большинство людей носят эту ленту в правильном формате. Правильный формат это как? Да, то есть это на груди, у себя на груди, с левой стороны, у сердца. Георгиевская лента символизирует честь, достоинство, отвагу наших героев-победителей. Вообще, если уйти в историю, то георгиевская ленточка получила свое название от ордена Святого Георгия, который был учрежден в 1769 году, и этим орденом награждались только офицеры и генералы. Впоследствии этот орден перестали вручать, и цвета георгиевской ленточки появились в самый разгар Великой Отечественной войны, в самый разгар борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. В 1943 году, 8 ноября 1943 года, был учрежден орден славы, где вновь появляются цвета черной и оранжевой, которые символизируют огонь, порох, они являются знаком доблести солдата на поле боя. Получается, только на груди носить? Или все-таки не запрещено, если где-то на машине, на антенне георгиевская ленточка будет развиваться? Ну, можно прикрепить максимум в салоне внутри георгиевскую ленточку, но ни в коем случае она не должна развиваться на дверях, на антеннах машин. Она должна действительно символизировать уважение к героям, отдавших свои жизни за нашу Родину. Все, поняла. Ну, вот у нас на столе сейчас георгиевские ленточки, несколько штук. Как их правильно повязать? Может быть, тоже покажете, расскажете. Вот она сейчас у вас короткая, вы, я так понимаю, разрезали. Да, вообще вот стандарт георгиевской ленточки вот такая вот, она длинная, да. Можно завязать бантик, да, бантик я завязала заранее, и прикрепить этот бантик. На левую сторону груди. С левой стороны, да, на груди. Самый простой способ – это галочка. Так вот. Галочка, да? Галочкой. Можно петелечкой сделать, если короткий вариант. Петелечка. Георгиевская ленточка. Можно усложнить, сделать сложную петельку. А, ну да, так тоже я видела, что делали. Вот таким вот образом, да. Вот. Ну вот различные варианты. А на какую сторону? Ну любой, да, вот как вы здесь делали, можно любой. А, вот так. Поэтому можно вот такими вариантами, конечно же, прикреплять. Можно даже и мне прикрепить, наверное, да? Ну вообще, официальный старт завтра у нас. Не будем тогда так как крепить. Пока мы только посмотрели, как ее правильно. Да, да. Галин, все-таки будет старт не только одной акции «Георгиевская ленточка», но и старт акции «Вахта памяти». В чем суть? И завтра это будет тоже? Да, действительно. Всероссийский старт акции «Вахта памяти» произошел уже 4 апреля. Это мероприятие было проведено, торжественное мероприятие состоялось в Музее Победы на Поклонной горе. И значимость этому мероприятию придал приезд президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который в первую очередь поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за их доблесть, за их честь, за их преданность, отчизне. Ну и, конечно же, отметил значимость поискового движения России в вопросах по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Конечно же, это событие останется очень надолго в наших сердцах. Но у нас старт акции тоже завтра. Старт регионального этапа всероссийской акции «Вахта памяти» состоится также завтра в Краевом дворце молодежи. Тоже в 2 часа дня? В 2 часа, да. То есть, торжественное мероприятие, посвященное старту двух всероссийских акций, состоится завтра в 2 часа. В чем суть акции «Вахта памяти» все-таки? Что главное в ней? В «Вахта памяти» – это комплексное такое большое мероприятие, в рамках которого наши поисковые отряды выезжают в первую очередь на места сражений в годы Великой Отечественной войны и осуществляют поиск, подъем останков солдат, которые до сих пор остаются незахоронены, находятся на полях сражений, находятся в полях, в лесах, в болотах. И пока эта работа существует, пока эта работа есть, наши поисковики будут выезжать на места бывших боевых действий в годы Великой Отечественной войны и заниматься этой работой. Но мы чуть позже поговорим еще подробнее о наших поисковых отрядах. Объем работы в рамках «Вахты памяти», конечно же, мы должны говорить и о том, что это архивно-исследовательская деятельность, это музейная работа, это какие-то просветительские акции, которые направлены на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, о наших земляках Алтайского края, участниках Великой Отечественной войны. Вот это огромный круг вопросов, касающийся сохранения памяти о погибших защитниках Отечества. Я знаю, что в рамках акции этой «Вахты памяти» будет работать общественная приемная, которая называется «Судьба солдата». Вот немножко об этом расскажите подробнее. Проект «Судьба солдата» тоже имеет уже масштаб всероссийского уровня, и все регионы России подхватили проведение данных акций у себя в регионах. «Судьба солдата» – это тоже большая работа по поиску информации, уточняющей информации о судьбе солдата, информации о месте гибели солдата, о месте его захоронения. То есть всем, кому интересна судьба своих родных и близких участников Великой Отечественной войны, могут обратиться в общественную приемную, где мы можем рассказать, показать, какими источниками информации можно пользоваться, куда нужно сделать запрос. В Краевом дворце молодежи будет работать? Да, также с часу до двух дня в Краевом дворце молодежи общественная приемная будет принимать заявки официальные. Но необходимо сказать, что все-таки общественная приемная работает в течение всего года, и очень много обращений в течение года жителей Алтайского края по поиску информации, уточняющей о судьбе своих родственников. Буквально вот история вчерашнего дня, когда мы нашли родственников нашего земляка, летчика Алексеева Ивана Прокопьевича, и зачастую ищут не только родственники информацию о судьбе своих близких. Иногда этот поиск инициируют сами поисковики, чтобы сообщить информацию, какую-либо касающуюся судьбы солдата. Вот родственникам нашего земляка Алексеева Ивана Прокопьевича нам удастся завтра передать информацию о месте его захоронения. Они не знали все это время, где он похоронен? Где похоронен, нет, не знали. Хотя солдат считалось погибшим при испытании самолета по два. В июле 1944 года эта информация была в общем доступе. Но вот о месте захоронения конкретно родственникам известно не было. И зачастую, знаете, при поиске информации, при поиске родных и близких происходит не просто передача информации о каком-либо событии, да, либо о каком-то факте солдатской судьбы. Зачастую это информация наобъединяет всех родных и близких, которые, бывает, даже многие десятки лет не общались друг с другом. Ну это здорово. Сколько у нас, Галина, в крае поисковых отрядов и куда они в этом году намерены отправиться на поиски? Какие места выберут? Девять поисковых отрядов работают на территории Алтайского края. Как правило, это поисковые экспедиции, связанные с местами боевых действий именно алтайских дивизий. Например, Смоленская область, где воевала наша 107-я 312-я стрелковая дивизия, Новгородская область, наша Алтайская 372-я дивизия, Брянская область, где в боях погиб практически весь 28-й отдельный лыжный батальон, извините, бригада. То есть, как правило, это территория, где воевали наши земляки. В этом году планируется экспедиция у нас также в Республику Карелию. Ну тоже традиционно, по-моему, ездят туда. Буквально через несколько дней приступят к полевым экспедиционным работам ребята из Краснощуковского района. Они выехали у нас в Республику Крым. Раньше никогда не ездили туда, да? Нет, мы уже выезжаем третий год подряд в Республику Крым. Да, да. И также через несколько дней приступят к экспедиционным работам ребята из города Белокурихи, поисковики. Они выехали у нас в район Калужской области, в район Зайцевой горы. Галина, ну я понимаю, что вопрос традиционный, но вдруг все-таки кто-то смотрит нас сейчас и думает, ну тоже хочу поисковиком стать, как попасть в отряд. Не всех же берут, наверное? Ну да, мы говорим, наверное, должны говорить о том, что человек, поехавший в поисковую экспедицию, прежде всего должен быть заинтересован, да? Он должен понимать, куда он едет и зачем он едет. То есть он должен, наверное, интересоваться событиями и фактами Великой Отечественной войны. Это должно быть ему интересно, прежде всего, да? Он, возможно, захочет найти какую-то информацию о судьбе своих родных и близких. И, конечно же, мы говорим о психологической подготовке и практической подготовке. Ведь выехать на места боевых действий, вы сами понимаете, просто так невозможно, да? Необходимо знать технику безопасности, необходимо комфортно проживать в полевых условиях и быть к этому готовы. Поэтому необходимо психологически понимать, что ты едешь поднимать останки героев для того, чтобы достойно в дальнейшем захоронить их, чтобы они упокоились и с честью упокоились, чтобы их родные и близкие могли где-то преклонить колено, отдав дань памяти. Я поняла, не каждый может попасть в поисковый отряд. В поисковый отряд, да, можно попасть. У нас существуют поисковые отряды краевого уровня. Есть сводные поисковые отряды, состоящие из школьников и студентов. Как преимущество, это категория. В Краевом дворце молодежи также, на базе Краевого дворца молодежи, также работает сводный поисковый отряд ориентир. И обратившись в отдел гражданского патриотического воспитания, можно обсудить вопросы подготовки и участия в поисковых экспедициях. Галина, спасибо. У нас, к сожалению, время заканчивается. Напомним, что завтра у нас состоится открытие этих двух акций. Вахта памяти и Георгиевская ленточка. К двум часам все подходите к Краевому дворцу молодежи. Да, мы вас очень будем ждать и будем рады видеть. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была Галина Буймова, специалист по работе с молодежью отдела гражданского патриотического воспитания Краевого дворца молодежи.